Жизнь современного города невозможно без стабильной работы предприятий энергетического комплекса. Это свет, тепло в наших домах, школах, больницах, офисах. Это развитие промышленности и транспорта. Трудно переоценить значение работы энергетиков, чьим неустанным трудом создается немало-немного комфортная жизнь людей. Особенно это понимаешь, когда происходит какая-нибудь чрезвычайная ситуация, и тысячи жителей остаются без света. С подробностями мои коллеги. Филиал открытого акционерного общества «Кубанинерго» «Славинские электрические сети» обслуживает три района – Славинский, Красноармейский и Темрюкский. В каждом из этих районов расположено структурное подразделение славинских электрических сетей. Их главная задача – сполна и бесперебойно обеспечивать подачу электроэнергии потребителям. Именно энергетики находятся всегда на передовой. Они одними из первых приступают к ликвидации последствий нештатных ситуаций, к примеру, таких, как ледяной дождь, обрушившийся на наш район в конце января. Работы велись бригадами с шести утра каждый день, с шести утра до двух, до трех часов ночи. Муниципальные образования, такие как Маевская, Сербина, Колесники, Бараниковская, Анастасиевская, Славинский город, в принципе, в частности, были отключены. Масштабы повреждения были очень крупными и серьезными. Хотелось бы большое спасибо сказать администрации города Славянска на Кубани, в частности, Сенеговскому Роману Ивановичу, в частности, что под его управлением также была организована помощь Кубаниэнерго, в частности, техники, механизмов. Подключили мы, значит, НГТ-энергию к данной проблеме. А также были волонтеры, привлечены порядка более 400 человек. Оценив масштабы ЧАЭС после ледяного дождя, стало понятно, что ликвидировать последствия стихии в кратчайшие сроки будет сложно. На помощь приехали бригады практически со всей страны. Это и Белгород-энерго, Саратов-энерго, Самара и многие другие. Работы по восстановлению линий электропередач велись каждый день с раннего утра и до поздней ночи, без перерывов и отдыха. В обесточенные дома славянцев и социальные объекты необходимо было как можно быстрее подать электричество. В режимах чрезвычайных ситуаций мы выезжаем на место происшествия, место поломки немедленно, в любое время суток, в любую погоду. И стараемся максимально быстро устранить повреждения, дать людям электроэнергию. Оперативно-диспетчерская служба районных электросетей также работала в круглосуточном режиме. Операторы горячей линии во время ЧАЭС приняли сотни заявок. Ни один звонок не остался без внимания. Все обращения фиксировали и отправляли бригады на аварийные участки. Была проведена колоссальная работа по восстановлению аварийных заявок. Ребята работали у нас круглосуточно все. Всем спасибо за поддержку и организацию работ бригадам и смежным областям. Благодаря совместным усилиям энергетиков, администрации, предприятий, жителей восстановить энергоснабжение района удалось в максимально возможное короткое время. Эта внештатная ситуация стала хорошей проверкой работы всех служб ЖКХ. Славянские энергетики проверку непогодой прошли. Дина Копачевская, Георгий Калинин, программа «События».